Это фреска Амбекенская, Сантрин, 16-е века, Роношары. Вот, можно сказать, первое изображение – это потасовки. Мы видим карикатуры. И профессиональные ученые считают, что именно такие и были бойцы в критерной Амбекенской эпохи. Те, кто занимается боевыми искусствами, сразу поймут, что это эволюция. Это арахитические какие-то фигуры, почти детей-юношей. Еще уродливые прически такие, выбритые части черепа с вот этими прядями какими-то. Нет, это все-таки дворцовая живопись. Это не на стенке какого-то общественного здания непонятного. Если посмотреть на другие, то, что осталось от Амбекенской культуры, то там нет каких-то возвышенных изображений. Там есть какие-то праздники, какие-то бытовые пейзажные изображения. И поэтому это как раз из этой категории. То есть какой-то праздник. И есть хохма. Выпускают двух, ну как вот если кто-то смотрел там 30-х годов женский бокс. Вот примерно так же. Ну это вот мужикам посмеяться над тем, что происходит в ринге. Это тоже вот что-то такое смехотворное. Вот, конечно, в критомикенской культуре были свои воины. И вот то, что они не были такого вида, в этом говорит следующее изображение. Это 15 век до нашей эры. Южный Пелопонез. Золотая чаша. На ней изображено, как мощные такие мужики стриноживают быков. Ну можно себе представить, какая должна быть мощь. Там с другой стороны показано, как прыгают эти быки, не даются. И вот здесь видно атлетическая фигура. Никакого инфантилизма в ней нет. Прорисованный мышечный корсет. Все как надо. То есть нет представления о том, что какие-то культуры могли обходиться без культуры тела. Это будет большая ошибка. Но начинали мальчишки, а вы остали вот так. Да, то есть сначала это может быть имитационные какие-то поединки. А потом, ну к сожалению, от критомикенской культуры осталось очень мало. То есть это буквально какие-то песчинки. Дальше греческая культура. Культура уже классический период и эллинизм. Вазопись и саркофаги. На саркофаге вот разные виды борьбы или разные элементы борьбы. Можно понять, что, скажем, вот внизу, это вот между делом женщина борется с мужчиной. Вот такие были тоже поединки. Амазонки. Нет, это не Амазонка, это Атланта, известная там вот по преданию такая богатырка. Атланта, которая вот боролась наравне с мужчинами, участвовала там в охоте и так далее. Вот здесь, к сожалению, не очень хорошо видно, но видно, как прием в борьбе. Пытается один из борцов захватить за корпус, другой предплечьем ему захватывает голову или опускает его, осаживает вниз. И вот последнее, это уже бросок. Такой бородатый борец бросает безбородого, неумелого, видимо, бросает его вот таким уже эффективным приемом. Это уже эллинистический саркофаг, здесь вот любопытно, скорее всего, ну, некоторые считают, что это такие причесочки у них. Я думаю, что это шапочки такие, вязаные шапочки, для того, чтобы не разбивать себе голову. Видимо, это то, что у нас сейчас называется классической борьбой, без захватов ниже пояса. И вот они упираются лбами, видимо, в предохранение. Вот, кстати, о греко-римской борьбе, вот сейчас развеем эти сомнения в том, что правильно она называется. Здесь кулачный бой. Здесь, к сожалению, не очень хорошо. Получилось буквально такой маленький осколочек в новом музее Афинского Акрополя. Вот если с этого начать, то здесь любопытно, на какой удар наносит сопернику боец и как он защищается. Поднятый высоко локоть защищает себя, одновременно готовится к нанесению удара. Довольно своеобразная позиция. Здесь все более просто, все более понятно. Но, с другой стороны, видно, что кулачный бой здесь ориентирован на голову. В корпус никто не собирается бить. Мужики очень мощные. Ну, скорее всего, это искажение, связанное с фотографированием вазописи. Очень трудно сохранить пропорции. То есть, там, естественно, идет такой закат ближе к горлышку. Поэтому кажется, что головы слишком маленькие. А здесь вот более пропорционально видно. Здесь видим, что вверху есть накладки на руки. Вот здесь они на скульптуре. Это из Римского музея, Национальный римский музей. Ну, греческая бронзовая статуя, великолепная, больше, чем человеческого роста. Это моя фотография. Вот здесь видны накладки. Там еще позже покажу поближе эти накладки. Вот здесь накладка. А здесь кулачный бой без накладок. И здесь видно, как прекращается бой. Здесь тоже упал. Все, поднял руку с пальцем. Бой закончен. И для того, чтобы остановить победителя, вот судья. У него такая веточка. Вот здесь вот тоже можно видеть, стоит такая веточка. Он этой веточкой его останавливает. Это вот смотрим удушающие приемы. Это Парфенона, известный. Гитопы Парфенона. А это более-более позднее, переднеазиатское, греческое искусство уже более позднее. Ну, мы видим типичное гильотина. То, что сейчас мы видим постоянно применяется. Здесь немножко другой захват со спины кентавра-махия. И вот удивительно, что в этом изобразительном искусстве этот эпизод легендарный без применения оружия. Нет оружия. Хотя какие-то элементы, может быть, он там чем-то замахивается. Но другие изображения показывают, что нет оружия. Оружия вроде бы нет. Вот это как раз с Парфенона. Разные элементы. Это, можно сказать, как некий такой обзор приемов. Наверное, они не все здесь изображены. Часть утрачена. Но видно, да, здесь вот очень хорошо видно, да. Захват за волосы идет, да. Удар. Ответный удар. Удар, можно сказать, коленом в корпус. Здесь захват сзади или за бороду, или за горло. И коленом еще поддавливает спину своего соперника. Здесь удар по уровень паха и одновременно блокирование руки, замаха. Вот. Тут не вполне ясно, что. Здесь вот появляется, может быть, единственный элемент. Это щит. Щитом нападающего кентавра. Вот. Грек или лапив, по легенде. Он пытается ребром щита отбить. Здесь видим захват за горло, ответный удар. Это уже мы тоже видели. То есть, в общем-то, кажется, что много информации от древних греков. Но если сравнить с всем изобилием изобразительного искусства и источников, то это настолько мало осталось, что ну просто аж до досады мало. И в источниках, и в том, что мы можем увидеть, что сохранилось до нашего времени. Это определенная загадка. Вот загадка, о чем здесь говорилось, почему в русской культуре единоборства были, а вот учебники даже в XIX веке не появились. Вот тоже в источниках полно о стратегии, но вот о ведении боя практически ничего. Может быть, это сохранение тайное, так сказать, тайное преимущество? Ну, вот это же уже не тайно. Это общедоступно, это Парфенон, постоянные праздники. Да, вот интересно, да, как коленом, блок коленом не позволяет сблизиться. И ответный удар через руку, тоже элемент борьбы. Вот захват какой, видимо, то ли потянулся к ноге и вот нарвался на захват. Да, ударная техника сбивает удар ногой. У меня впечатление было, я и другие там покажу еще, что это топчущий удар. То есть это не хлест, а именно вот, или скорее там сваливание с помощью ноги. Вот накладки можно более плотно рассмотреть. Ну, там были два типа накладок с открытыми пальцами, когда пальцы применялись. И удары пальцами тоже были, я об этом скажу чуть позже. И вот эти кожаные накладки, лицо у этой фигуры тоже было иссечено. И видно, это были там специальными методами установили, что это изначально, эта скульптура, она так вот нанесены были скульптором эти травмы. То есть это не поздние какие-то повреждения, а изначальные. Ну, здесь тоже видим поднятый палец останавливается. Здесь тоже, скорее всего, топчущее такое движение. Вот это очень интересная базопись. Вот это ударная техника, которую применяет грек против кентавра. Здесь не кулак, а херакен. Он бьет суставом, и здесь удар суставом. И замах тоже. Интересный замах, высокий. Как будто он не боится ударов в нижнюю часть тела. Почему? Возможно, потому что в практике еще и щит был, который из нижней части тела мог закрывать. Вот тоже можно интерпретировать. Это захват ноги или удар ногой? Мне кажется, что это удар ногой и захват после удара. То есть в древней греке использовали эту технику. Вот тоже интересно. Скорее всего, бросок через спину или через бедро был затеян. Вот этим центральной фигурой. Его остановил противник таким или ударом, или давлением под колено. Собственно, боевое искусство. Отличается тем, что были большие щиты, огромные щиты. И бить в этот щит было или бесполезно, или опасно, что ты получишь настоящий удар. Удар через щит. Или соскальзыванием вдоль щита, или просто через щит удар мечом идет. То же самое копьем. Не в щит, а через щит. Поэтому захват берет ни в коем случае не от пояса, как рисуют римских воинов. Они обязательно бьют мечом от пояса. Вот, чтобы обойти щит, надо бить сверху. И здесь, отмечу еще раз, топчащее движение. То есть сбил противника ударом ноги. Или в колено, и поэтому он присел, и слегка развернулся через щит, ударил. Ну, это подтверждение еще, это где-то 6 или 7 века костяная пластинка из спарты, приношение в храм. И здесь тоже вот это топчащее движение снова повторяется. И здесь эта картинка скорее показывает, как вот щитами сшиблись, щитами, и через щит пытаются нанести удар. И опять видим хват именно такой. А это вот немножко иное. Это удар в бедро. Приподнимается щит, и под щитом наносится удар в бедро сопернику. Вот оба они пытаются, оба бойны пытаются нести такой удар. По источникам. Чрезвычайно мало вообще всего, что касается боевых искусств в источниках, дошедших до нас. Это Гомер, вот и Павсаний, путешественник 2 века нашей эры уже, который записывал древние сказания, кое-что записал. Интересны здесь правила и приемы. Один, начнем с Павсания, наиболее интересное, то, что не надо интерпретировать особенно, поединок, который заметен тем, что заканчивается смертью. То есть такие ситуации были, видимо, довольно часто. Вот поединок Кревга, Демаскен. По очереди носятся удары. То есть это не бой, а обмен ударами. Так же, как вот в русской традиции, да, тоже есть. Ты меня ударил, я тебя. При этом, скорее всего, защита предполагалась. Кревга ударил Демаскена в голову. Демаскен намечает удар в голову, сам бьет в корпус. У него подготовлены ногти до такой степени, что он пробивает насквозь живот и вырывает часть внутренностей. Противник умирает. Его не наказывают за то, что он убил противника. А говорят, ты сделал два действия, а должен был одно. По Павсанию он не только пробил кожу, но и вырвал. То есть два действия. По реконструкции, скорее всего, за первое действие был намечен удар в голову. То есть наметил, ударил в корпус. Два действия. Должно было быть одно. Вот. Ну, Бакутин и сами правила, и итог. Был известный такой прославленный панкратист, акрохерист. Его было прозвище. Акро, это значит край, хирос рука. Да, это край руки. Известен был тем, что побеждал в основном своих соперников захватами за пальцы. Захватами за пальцы, ломал пальцы и тем самым побеждал. Вот еще одно правило. Ну, вот до этого такой. Третий эпизод. Архион такой был, панкратист. То есть, вот, он погиб во время боя, когда его противник охватил сзади ногами и начал душить. Вот. Он сломал ему большой палец ноги. Тот сдался. А значит, вот этот архион погиб. Он задохнулся или ему шею, может быть, сломали. То есть, вот такие жестокие, жестокие поединки были. Все это называлось панкратион. А у Гомера описывается в меньшей степени. То есть, там всего один эпизод есть борьбы. Когда Одиссей борется с Аяксом на погребальных играх памяти Патрокло. И там описывается только один прием. Правила, скорее всего, были такие, что кто кого поднимет? Поднял и потом аккуратно опустил на землю. Аякс-то огромный, могучий воин. А Одиссей, ну, такой тоже сильный, но меньший по весу. Аякс поднимает Одиссея. Одиссей ему бьет пяткой под колено. И заваливает этого громадного воина. Результат. Победа не присуждается. Неправильное действие. Но и не наказывается. Когда потом следующие попытки Одиссея поднять Аякса, не увенчались успехом. Как бы победы нет ни у того, ни у другого. Ничья. Боевые эпизоды описываются без деталировки. Хотя Гомер очень любит описывать результаты. Там пробит, я не знаю, низ живота пробит, кишки вывалились. Там удар по голове, глаза выпали под ноги. То есть у него вот этот натурализм весь есть. Но какие при этом приемы боевые используются, он описывает очень редко. Ну вот Парис Менелай. Поединок насмерть. Должен был быть так. И реконструкция этого поединка проста. Сначала ритуальный обмен бросками копий. Копье втыкается в щит. Щит приходит в негодность. Его приходится отбрасывать. Первый бросок идет от Менелая. Значит он повреждает щит. Потом бросает копье Парис. И после него следующее действие Менелая. Он выхватывает меч, потому что щит приходится бросить. Он выхватывает меч, бросается на Париса, наносит удар по шлему. Меч разлетается в дребезги. После этого происходит борьба. Менелай захватывает шлем соперника и начинает душить ремнем, который держит его на голове. И уже тащит пол задушенного к своим войскам. И в этот момент ремень разрывается. Соперники падают. Менелай отбрасывает шлем как трофей к своим войскам. И в этот момент возникает недоразумение у Гомера. Какая-то тьма окутывает Париса. И он потом каким-то образом оказывается уже в трое вальковых своих жены, на тот момент Елены. Реконструкция. Это пелена. На самом деле пелена перед глазами Менелая. Ему досталось тем мечом, который еще не израсходовал Парис. Он ударил по голове, также по шлему. И, видимо, пелена полусознательного состояния смутила Менелая. И на этом поединок закончился. Парис отбежал к своим войскам. И началось сражение. Второй поединок на самом деле поединком не является. Это Ахилл и Гектор. То есть два антипода. Совершенно зверствующие на поле боя Ахилл. И преисполненные доблести и достоинства Гектор. Но Гектора загоняют Мермедонцы Ахилла. Загоняют его туда, откуда он уже не может обратиться за помощью. И он, по сути дела, остается один, окруженный врагами. И там имитируется поединок. Но поединок заканчивается в пользу Ахилла. Потому что Ахилл может два раза бросить копье. А у Гектора только одно копье. Он бросает копье, остается с мечом. Бросается с этим мечом на своего противника. А у того второе копье, он с дистанции его убивает. И потом его труп ритуально оскверняется. Еще два эпизода, связанные с поединком Гектора Аякс. Он дважды в Иляде присутствует. Можно сказать, это практически одно и то же. Это совершенно ритуально. Вот здесь абсолютно ритуальный поединок, не предполагающий гибели противника. И причем Гомер пишет, что этот поединок без хитростей. То есть договорились биться без хитростей. Что значит без хитростей? Это значит, соперники становятся на определенном расстоянии друг против друга. И мечут друг к другу копья. Они не сходятся вместе. Они не ищут лучшей позиции. Как зайти сбоку, воткнуть это копье куда-нибудь вдоль щита. Они бросают свои копьи в щиты. Ну и понятно, что это заканчивается просто общим праздником. Каждое войско празднует свою победу. Ну, хотя один из этих эпизодов связан с битвой около кораблей. Но это вот просто повторение. Это калька и, скорее всего, просто повтор. И последнее, о чем хотел сказать, это Диамет и Аякс. Бой на грибальных играх Патрокла. Притворный бой. Когда соперники постепенно разгорячаются и приходится их прервать. Потому что удар, который Диамет наносит Аяксу, мог бы стоить ему жизни. На этом прекращается битва. Никто не проигравший, никто не победитель. Оба получают призы. Вот это практически все, что есть у греков. Вот все, что я сказал. Практически все, что есть у греков о технике боевых искусств. Очень много, конечно, стратегических описаний у Геродота, у Ксенофонта, у всех остальных. Но практически нет того, что, собственно, связано с боевыми искусствами. Вот только такие, можно сказать, обрывочные сведения. Загадка для меня неразрешима. Я как-то вычленил из всего того, что потока информации, который есть о древних греках, вот это. И просто хотел с вами поделиться информацией.